Новости столицы в эфире. С вами Ларьяна Шимхалаева. Все основные события Махачкалинской недели смотрите в нашем итоговом обзоре городских новостей. И в начале короткий анонс. Красивая столица. Более 21 километра улиц и автодорог станут еще лучше для водителей и пешеходов. Платим меньше, ездим больше. Новые транспортные карты позволят махачкалинцам существенно сэкономить. Сначала кофе, потом еда, а теперь еще и рыба. В Махачкале пройдет очередной фестиваль. Это будет полезно для махачкалинцев-потребителей, для махачкалинцев-производителей, для махачкалинского бизнеса, который у нас занимается рыбной тематикой, для того, чтобы привлечь дополнительные виды рыбной продукции. В микрорайоне Сепараторный начато асфальтирование 10-й магистральной улицы. Напомним, в Махачкале в этом году асфальтируют более 21 километра улиц и автомобильных дорог. Одна из 38 улиц, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», теперь и 10-я магистральная. Ее протяженность 400 метров и соединяет она центральную часть микрорайона с его кварталами. Ремонт идет не только в центре. В частности, начата укладка слоя асфальтобетонного покрытия и на улице 10-й Ветеранской. Здесь обустроены тротуары и подготовлено основание земляного полотна. Отсюда прокладывается дорога и к зданию Министерства сельского хозяйства Республики. На стадии завершения и ремонт улицы Хушетская в Новом Кихюлае. Протяженность дороги более 1 километра. В ближайшее время здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку. Дорога ведет и к ряду социальных объектов, к школе номер 48, а также к поселковой амбулатории. Ремонтные работы завершаются также на дворовой территории по улице Абдуразака Шахбанова в Махачкале. Во дворе дома номер 18 благоустройство не проводилось несколько десятилетий. Подрядной организацией усилена подпорная стена с внешней стороны дома. Уложено асфальтобетонное покрытие во дворе и на подъездах к дому. Ремонт проводится также в самих подъездах. Работы планируют завершить уже к концу августа. Согласно федеральной программе формирования комфортной городской среды на 2022 год в городе Махачкала предусмотрено благоустройство 23 дворовых и 7 общественных территорий. На сегодняшний день работы во всех 23 дворовых территориях начаты. Близятся к завершению работы на сегодняшний день в 5 дворовых территориях. На данный момент мы находимся в дворовой территории микрорайона научный городок Абдуразака Шахбанова 18. На сегодняшний день здесь завершены работы по установке бордюрного камня, поребрик, укладке тротуарной плитки, резиновой плитки под детским игровым оборудованием. Проведены работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Установлено дворовое освещение. Установлено детское игровое оборудование. Также планируется в последующем установить скамейки, урны и беседку. Поликлиники в поселке Ленинкент быть. Депутаты городского собрания Махачкалы взяли на контроль строительство объекта. Работы будут проведены в рамках федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Поликлиника будет рассчитана на 250 посещений в смену. Плановая дата завершения работ согласно контракту – конец декабря текущего года. Строители заверяют, что в установленные сроки объект будет сдан. Кроме того, депутаты проконтролируют и ремонт дороги, и обустройство инженерных коммуникаций в Ленинкенте. Больше ездишь – меньше платишь. Транспортные карты с пересадочным тарифом появятся в Махачкале с 20 августа. Доступные они будут в маршрутках с наклейкой «Оплата картой» на линиях 61А, 69А, 25, 2, 30, 16, 14, 12А, 45, 22, 22А и 143. Баланс карт можно пополнять несколькими способами, в том числе через приложение Сбербанк Онлайн. К началу учебного года планируется подключить к автоматизированной системе оплаты проезда почти 300 микроавтобусов столицы региона. Владельцы вот таких карт смогут за первую поездку заплатить 27 рублей, а за каждую, вторую, совершенную в течение 25 минут после первой оплаты всего 13 рублей. И еще одна карта стоимостью в 999 рублей позволит владельцу совершать 45 поездок в течение месяца. Мы обслуживаем в городе поселок Семидер, поселок Хушет, микрорайон Дасаав, первую Махачкалу получается, южную автостанцию, северную автостанцию, поселок Шамхал. Мы обслуживаем эти карты и будут пользоваться на 12 маршрутах. Теперь и рыбный. Вслед за фестивалем кофе и еды в столице республики пройдет рыбный фестиваль. Мероприятие планируется провести 9, 10 и 11 сентября у озера Агель. Об этом говорили на совещании под руководством мэра города Салмана Дадаева. Участниками фестиваля под названием «Рыбные дары России» станут представители городов Астрахань, Ростов-на-Дону, Избербаш, Дербент и поселка Сулак. В рамках этого фестиваля проработать кроме логистики по продаже рыбы и доведению потребителя, посмотреть еще другие вопросы по сотрудничеству, по науке, потому что у Росрыбоводства очень хорошая наука. Когда возникал вопрос по Агелю, мы Астраханский Нирх привлекали, очень сильно они нам помогли. Другие вопросы у нас есть в рамках этого фестиваля, мы можем обсудить проблему и Чикольских озер. В конкретном Махачкале это будет полезно для махачкалинцев, это будет полезно для махачкалинцев-потребителей, для махачкалинцев-производителей, для махачкалинцев-бизнеса, который у нас занимается рыбной тематикой, для того, чтобы привлечь дополнительные виды рыбной продукции. Кроме возможности приобрести морепродукты, гостей фестиваля ждет развлекательная программа с участием городских и республиканских коллективов. Это были все события, чем запомнилась столичная неделя. На этом я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до скорой встречи в эфире.